Уважаемые коллеги, добрый день! Меня зовут Игорь Лукин, я являюсь партнером юридической фирмы Grata International. К сожалению, из-за неизвестных проблем с фронтальной камерой вы сможете меня сегодня только слышать, но не наблюдать. Заранее прошу прощения за данное неудобство. Мы рады приветствовать вас на нашей онлайн-конференции, которая посвящена вопросам антимонопольного законодательства сторон присутствия Grata International. Конференция будет разделена на две сессии. Настоящая сессия, которую я буду модерировать, посвящена антимонопольному законодательству России, Казахстана, Белоруссии и Украины. По каждой стране выступит один спикер. В конце сессии у нас будет 20-30 минут на вопросы-ответы. Вопросы вы можете задавать как письменно, написав в чат, так и устно включив звуки, выйдя в эфир. Что касается вопросов в чат, вы можете их писать уже во время выступлений спикеров. И в конце того, как сессия закончится, мы постараемся разобрать каждый вопрос. Наш первый спикер Елена Курчук, советник московского офиса Grata International. Елена расскажет о новеллах антимонопольной правоприменительной практики Российской Федерации. Елена, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Прошу, скажите мне, меня слышно, видно, все всем удобно? Да, Елена, слышно, видно. Сейчас мы включим презентацию. Видно презентацию всем, да? На широком экране? Да, видно. Все хорошо. Так, добрый день еще раз. Мы с коллегами обсуждали тематику и решили, что каждый из наших участников ответит наиболее значимое событие в жизни антимонопольной практики, антимонопольного права каждый из стран. Соответственно, на мой взгляд, в России наиболее значимым событием можно считать принятие в Кленуме Верховного Суда Российской Федерации разъяснений по вопросам антимонопольного законодательства. Я решила, это безусловно очень большой документ, и мы не сможем за такое короткое время его с вами полностью изучить и рассмотреть нюансы правоприменительной практики, которые нам, соответственно, рекомендует Верховный суд. Но я постараюсь вам обозначить тренды и характер, который нам рекомендует правоприменение. Соответственно, для вашего понимания, так как у нас участники из разных стран, представители бизнесов, которые имеют свои представительства и дочерние компании на всех странах в Крымской Федерации, в Крымской Федерации, в Крымской Федерации, я поясню, что Верховный суд – это высший судебный орган, который осуществляет надбор на действительность судов и дает разъяснение правоприменительной практики. Здесь встает вопрос, насколько эти рекомендации Верховного суда имеют силу, но мы считаем, как и в России не председательное право, мы считаем, что, безусловно, это очень полезный документ, потому что он, так как антинопольное право – это область не совсем юридического, а не юридическое, она в большей части связана с экономикой и с коммерческими доказательствами, то, безусловно, этот документ, который готовился большим составом коллег и как юристов, так и экономистов, прошел двухгодичное практически изучение. Он, безусловно, полезен для правоприменения. Соответственно, это постановление пленума, о котором я сегодня буду говорить, было принято совсем недавно, 4 марта 2021 года. Оно заменило в большей своей части тот документ, который действовал ранее, это постановление пленума номер 30. Остались только те положения, которые касаются административных правонарушений. То есть предыдущий документ от 2008 года, он продолжает действовать, он помогает действовать в той части, которая касается административных правонарушений. Все остальное, соответственно, было отменено и заменено текущими положениями. По структуре документа, это где-то 30-страничный документ, который разделен на разделы, в большей части повторяющие разделы закон о защите конкуренции. Он касается как общих понятий, мы будем о них говорить, так и запретов, но в обстреле и доминирующие положения на антиконкурентные соглашения. Также касается торгов. Антинопольный орган у нас, орган, который отвечает за антинопольные требования на торгов. Он дает нам серьезное разъяснение в отношении полномочий антинопольных органов, делает такие рекомендации в отношении частных правовых исков и по возмещению высказ. Давайте теперь рассмотрим детали. То, что касается общих положений. Очень важное здесь как бы разъяснение, на какой субъектный состав распространяется российский антинопольный закон. По общему принципу это содействующие субъекты. На некоммерческой организации закон распространяется только в той части, когда данные организации ведут хозяйственную деятельность. Но тут, соответственно, некоторые субъекты, они как бы формально выпадали из-под права применения в данном случае. Но Верховный суд нам, собственно, разъясняет, что на закон распространяется также на субъекты, которые не получают доход от операций, если выгода предполагается от смежных и связанных операций. Также он распространяется на некоммерческие организации, которые объединяют хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческую деятельность, а также муниципальные муниципальные учреждения. При этом не являются хозяйствующими субъектами в смысле закона, в том числе коммерческие организации, которые ведут деятельность, не приносящая им доход, то есть благотворительность, социальная помощь и так далее. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это группы лиц. По общему правилу, российский антинопольный закон воспринимает группу лиц как единый хозяйствующий субъект. И это очень важный момент, так как члены группы лиц становятся, которые привлекаются к антинопольным делам. В некоторых случаях закон устанавливает специальные нормы об исключении на некоторые отношения внутри группы лиц и так далее. То есть, соответственно, получается, что очень важно понимать, когда и как нам относиться к этому понятию. В нашем российском законе, в законе защиты конкуренции, есть определение группы лиц. И для формирования группы лиц имеются 9 оснований. Эти все основания достаточно широкие, поэтому группа лиц, она часто формально очень-очень большая и часто возникает на практике вопрос, если один субъект не контролирует другой, как этот субъект может отвечать за действия, соответственно, не связанного с ним субъекта, который формально входит в группу лиц. И здесь нам, соответственно, Верховный суд пояснил, что здесь не может быть формальным подходом, а здесь должно быть, то есть суд должен оценивать, насколько на лицо отдельных, стоящих хозяйственных субъектов действует автономно на том или ином рынке, насколько оно имело возможность и действило автономно в тех или иных правоотношениях. И, соответственно, если оно действовало автономно, и оно не участвовало в некоторых правоотношениях, оно не может быть привлечено к ответственности, то есть привлекаются к ответственности то есть те лица, которые виновны, виновные действия которых образуют состав правонарушения. А далее вот следующее понятие, я из общих положений пояснил, что прокомментирую, в последний момент деминирующее положение. Здесь вообще важный такой подход к тому, что общий посыл к юридическому сообществу в том, что смотреть при применении синопольных законодательствах, смотреть формально и читать буквально положение не для. И суд практически в каждом комментарии своем, да, делает упор на то, что суд должен оценивать, суд должен осматривать, должны применяться определенные критерии оценки. Вот в части, например, доминирующее положение, которое в российском праве презумируется при превышении доли более 10 процентов и должно быть доказано в случае, если доля ниже этого процента, то Верховный суд рекомендует. Что рекомендуется оценивать? То есть оцениваются при определении, имеется ли у хозяйствующего субъекта замерзшие положения, а суд оценивает, должен оценить отличие административных барьеров для доступа на рынок, для потенциальных конкурентов. Ну, то есть имеются ли лицензии, разрешения для ведения хозяйственной деятельности, нужно ли согласование правообладателя в случае, если речь идет об интеллектуальной собственности. Далее должны следовать наличие значимых преимуществ, доступ к природным ресурсам, доступ к технологиям, финансированию и так далее. Далее рассматривается, суд обращает внимание на то, что необходимо рассмотреть такой параметр, как существенный затрат, который необходимо принести новому городу, который должен выйти на рынок. И вот как бы несколько новая вещь, о которой мы, юристы, часто говорим о мастобольных делах, это Верховный суд обращает внимание на то, что необходимо при установлении доминирующего положения того или нового субъекта рассматривать на наличие рыночной власти. В данном случае, если говорить непосредственно о покупателе, а мы часто говорим о том, что наличие рыночной власти у любого контрагента нужно смотреть при доказанной доминирующего положения. И вот часто коллеги и вообще на полных делах часто звучит то, что такой аргумент, что вот посмотрите, на рынке много лет ничего не менялось, то есть состав остается у субъектов тот же самый. Это свидетельствует о том, что на рынок сложно войти, то есть как бы косвенное свидетельство наличия существенных барьеров, и значит рынок, то есть у субъектов текущих у них есть умерших положений. То есть суд с этим не соглашается, с этой установкой. Суд обращает наше внимание на то, что нужно рассматривать конкретные параметры. В частности, у меня лично был такой опыт, когда у нас доля на рынке была 70%, и мы доказали, что у нас не доминирующие положения, потому что как только субъект менял цену, то есть повышал цену, то на рынок либо на рынок сразу же входили импортные товары. И это было настолько очевидно, что, в общем, нам удовольствие казалось, что, собственно говоря, при большой доле рынка у нас все-таки нет доминирующего положения. Соответственно, далее мы коснемся очень так бегло злоупотребления. И что нам суд, собственно говоря, говорит по поводу запретов антимонопольных, не доминирующих положений на торфеле. Обращаю внимание, суд опять же, да, первый суд. То есть суд призывает, вертовный суд призывает суду тому, что необходимо смотреть на наличие антиконкурентных последствий, на то, что был вред нанесен участникам рынка общественного государства. И это же суд, обращаю внимание, что это же все должен доказать антимонопольный орган при, собственно говоря, во всех этих антимонопольных делах. При этом очень серьезный вот раздел делается между гражданскими правовыми отношениями, регуляторными правовыми отношениями и антимонопольными. То есть суд говорит о том, что нарушение договора или регуляторных норм, не связанных с антимонопольным правом, не является само собой злоупотреблением в доминирующем положении. И это очень серьезный момент, да, потому что часто, я не знаю, как вот в других странах, возможно, коллеги прокомментируют этот момент, часто в российском правовом поле. Участники рынка часто используют антимонопольный закон для того, чтобы решать свои коммерческие и гражданско-правовые вопросы. И здесь суд говорит, это разные вещи. И далее следы этой логики, суд обращает внимание на то, что в том числе доминирующий субъект имеет свои законные интересы. И он не обязан заключать договоры, он не должен поддерживать договоры с теми субъектами, которые он считает не соответствуют чего-то полным интересам. Например, да, у нас, может быть, к доминирующему субъекту может обратиться за заключением договора, за поставку товара, субъекту которого, например, большая задолженность и которая репутация на рынке нестабильного партнера. Поэтому здесь, в этом случае, при наличии других аргументов, в принципе, доминирующий субъект вправе не заключить данным субъектом договор, потому что все его накладываемые на других субъектов ограничения с учетом договорной власти, они должны быть всеразмерны, да, его в том числе законным интересам, ну и всеразмерны интересам других компаний. Соответственно, суд должен учитывать вот эти моменты и именно и разделять гражданско-правые отношения и, соответственно, отношения антимонопольные, то есть где непосредственно имеется правонарушение. Если мы берем конкретные составы, например, для установления монопольной цены, то суд высказывает, вы знаете, наверное, это может быть в других странах так же, то есть у нас есть два метода определения монопольно-высокской цены. Это метод сопоставимых рынков и метод расходов и необходимых прибыли. Соответственно, суд говорит, что расходы должны быть оправданы. И что это значит? Что если мы производим товар, то для целей аргументации и доказывания цены надлежащей товар, хозяйственный субъект должен применять только те расходы, которые он понес в связи с производством этих конкретных товаров. Но это хорошая, конечно, хорошая рекомендация, на практике, честно скажу, это почти невозможно. То есть бывают такие очень серьезные аргументы против. Например, переменные расходы мы, естественно, включим. А что, как мы можем оценивать капитальные расходы, когда соответствующий субъект строит новый завод и так далее. То есть это как бы расходы не непосредственно принесенные им для производства товаров, но в то же время эти расходы тоже оправданы в некоторой своей составляющей. И здесь, несмотря на то, что вот такая установка верховным судом нам дана, все равно, на мой взгляд, остается очень много вопросов для выразительства правоприменительной практики. при, соответственно, например, установлении монопольной низкой цены, да, тут нам говорит о том, что не всегда установление низкой цены является нарушением. То есть, если все субъекты на рынке в какой-то момент унижают цены, либо понижение цены имеет сезонный характер, имеет некие временные ограничения, то такое, собственно говоря, поведение вполне может быть допустимо и, соответственно, у нас, то есть суды должны оценивать этот момент. Далее, обращусь вот к другим, давайте мы пройдем, у нас время как бы идет очень активно, давайте я сейчас как бы просто обращу ваше внимание на то, что у нас есть рекомендации по поводу отказа от заключения договора. Вот, соответственно, здесь тоже можно учитывать и часто обращаться к этим рекомендациям. По навязыванию условий суд дал нам конкретные составы, когда это является нарушением, то есть нельзя, например, требовать продажу, покупку одного товара вместе с другим, со вторым товаром, если первый товар можно использовать из второго, и товары реализуются именно дискуссорщиками по отдельности. То есть нельзя устанавливать к админирующему субъекту такой обязанности приобретать существенную часть товара, если это вытесняется по смежных рынках или в данных рынках других субъектов. Например, часто на практике у нас есть такие моменты, когда у нас отказывают предоставить гарантию правообладатель и поставщик в связи с тем, что покупатель не приобретает соответствующие, допустующие товары, то есть авторные материалы. И СУС здесь сказал, что да, это можно расценивать как навязывание. Далее я вот хочу обратить на картели, то есть по картелям здесь тоже судом даны рекомендации, поясню, что картель это соглашение между конкурентами на товарном рынке, когда они имеют с определенным законом правный предмет. То есть установление цен, далее может быть также расцениваться как бойкот по какому-то конкретному субъекту, то есть достойно договариваются вытеснить какой-то субъект рынка и так далее. То есть состав, который он перечислен. Соответственно суд нам говорит, что прежде всего ограничение конкуренции картелям предполагается. тут не нужно доказывать, что антинопольному органу требуется доказать, а суду требуется подтвердить, что было соглашение. То есть это соглашение, оно не должно обязательно быть в определенной форме, оно может быть явствовать из определенного плана поведения субъекта. При этом антинопольный орган говорит, что схожее поведение не может, не обязательно является основанием для вывода наличия картеля. И соответственно далее антинопольный орган делает упор на то, что обязательно проведение анализа рынка. То есть обязательно установление какой рынок, конкурент или субъекты и дальше доказывается наличие сплошений. Ограничение конкуренции как следствие не требует, доказывание ограничения конкуренции не требует. Коллеги, я еще три минуты займу буквально, не волнуйтесь, если я стараюсь не убиваться из графика. Так, очень важный момент. Антинопольный орган и уже и судебное сообщество очень сильно продвигают идеи частных правовых лиц. Она не находит, конечно, сильного развития по ряду причин, я, наверное, думаю в некоторой степени по другим параметрам, не связанным непосредственно с антинопольным законодательством, хотя это очень специфический отрасль. Но как бы суд в данном ключе сделал некие достаточно прогрессивные установки. Во-первых, он сказал о том, что не обязательно, опять же, за защитой прав лицо, страдавшее в праве обратиться на антинопольный орган и вправе непосредственно обратиться на перемену в суд. То есть обращение в административном порядке, оно не требуется в обязательном порядке. И в то же время обращение в административный орган не исключает обращение права обратиться в суд. Соответственно, наличие решения антинопольного органа, оно важно в чем? В том, что в суд не нужно будет, по сути, доказывать факт правонарушения. Вот. И в данном случае, если есть решение антинопольного органа, то у нас суд, соответственно, что у нас, естественно, не обязан время доказания на нем не лежит по поводу того, что имело несколько правонарушений, что имело и другие параметры этого дела. То есть не можно, то есть антинопольный орган привлекает к суду в данном процессе. При рассмотрении листов об обязании заключить договоры следующего антинопольного органа и суд не связан с тем, что предлагается сторонами антинопольным органам. То есть суд по своему усмотрению может сам внести соответствующие изменения в договор. Соответственно, далее такой момент уже важный, что если отреча не принял меры оспаривания решения предписания, то, соответственно, это не расценивается как его согласие с заявленными требованиями антинопольного органа. И последний момент о возмущении листов. Очень важная тема, и здесь суд нам говорит следующее верховное, что невозможность точного установления размера выборов не является препятствием для удовлетворения низкого размещения листов. Ну, честно признаться, у меня в практике такого не было. Я не представляю, как можно без доказания размера помещенных выборов требовать их размещения. То есть возможно, как бы в глобальном масштабе, да, общий размер выборов, который понес рынка, рынок, наверное, действительно нельзя доказать. Но то, что возмещается листов, это должно быть четко доказано. И здесь мне кажется, что это какая-то такая очень декларативная норма. Посмотрим, как она будет применяться на практике и как суды будут ее реализовывать. Вот. Соответственно, на этом я бы хотела закончить свое выступление. Если будут вопросы, я буду рада ответить в конце сессии. Благодарю всех участников. Елена, спасибо большое. К сожалению, Верховный суд Казахстана практически не занимается обобщением и разъяснением правоприменительной практики в сфере антимонопольного регулирования. Хотя такие разъяснения уже давно в юридических кругах ожидаются и могли бы многие вопросы прояснить. Следующий наш спикер Полина Сачава, юрист белорусского офиса Грата. Полина расскажет о правоприменительной практике по вопросу антиконкурентных соглашений в Беларуси. Полина, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Я расскажу про антиконкурентные соглашения по праву Беларуси. По праву Беларуси правоприменительная практика. Меня зовут Полина. Я являюсь юристом белорусского офиса международной юридической компании Грата Интернешнл. Спасибо, что присоединились к нашей конференции и в рамках моего доклада мы рассмотрим основные вопросы правоприменительной практики антиконкурентных соглашений по праву Беларуси. За первые четыре месяца 2021 года Март рассмотрел три дела в рамках пересечения соглашений и согласованных действий. В 2020 году для сравнения было рассмотрено за весь год всего люстре дела. В 2019 году было рассмотрено 8 дел. Также в начале мы хотим отметить, что все рассмотренные нами дела, они являются материалами, размещенными в открытом доступе. И ссылка на данные дела можно будет найти на слайдах. Немного теории. Что же такое антиконкурентные соглашения? При заключении любого хозяйственного договора в любой отрасли, будь то торговля, финансы, оказания услуг, необходимо учитывать требования антимонопольного законодательства, которые имеют экстерриториальных характеров. То есть они действуют в отношении соглашений, которые могут быть заключены на территории любых государств. И они становятся предметом расследования марта белорусского, если они ограничивают, не допускают, либо же устраняют конкуренцию на товарных рынках в Беларуси. Таким образом, для квалификации действий хозяйственных субъектов в качестве антиконкурентных соглашений суд или марк должны установить компакт наличия соглашения. Что же мы понимаем под соглашением? Соглашение – это договоренность в трех формах. Письменная, электронная форма, которая может содержаться в одном либо нескольких документах, также договоренность в устной форме. Антиконкурентные соглашения бывают трех видов. Картели, вертикальные соглашения и иные соглашения, которые приводят к допущению и ограничению конверта. Каждый из видов мы сейчас рассмотрим более подробно. Картели. Они заключаются между хозяйствами, которые продажа или приобретение товаров на одном товарном рынке. Обязательным условием признания картеля является наличие возможных или реальных последствий, таких как установление, поддержание, повышение или снижение цен тарифов, раздел товарного рынка по определенным видам, например, это по территориальному принципу, по видам сделок, по объему сделок, по ассортименту товаров, сокращение или прекращение изготовления и производства товаров и отказ от заключения договоров с определенными продавцами или потребителями. Таким образом, исходя из формулировки картелей, можно сделать вывод о том, что данные соглашения запрещены как таковые. То есть для квалификации соглашения в качестве картелей не нужно устанавливать, что заключение отражалось или может отразиться на состоянии конкуренции на товарном рынке Беларуси. В 2021 году мартом было рассмотрено интересное дело о признании факта наличия картеля. Предлагаю вам с ним более подробнее ознакомиться. Данное решение было вынесено на основе материалов, которые марок были предоставлены Департаментом финансовых расследований. Главным действующим субъектом это была компания «Зао Август Бел» и иные лица, перечень которых достаточно большой. Основным видом деятельности является производство и реализация сверхзащиты растений. Надо отметить, что у «Зао Август Бел» входит в группу по признаку владения более чем 50% количества голосов вместе с «Зао Торговый дом Август», акционерным обществом «Август Российская Федерация» и другими лицами. Торговый дом «Август» работает на товарном рынке Беларуси и занимается продвижением товаров компании группы «Август» на рынках Беларуси и контролирует участие в тендерах компании «Зао Август Бел». Между торговым домом и «Зао» заключен агентский договор, согласно которому торговый дом занимается продвижением продукции, рекламирует продукцию «Зао». Вместе с тем, торговый дом там может заключать договоры с конечными потребителями, так он может заключать и дилерские договоры, на которых на момент расследования было 12 дилеров. Дилерское соглашение содержит перечень реализуемой продукции, план реализации. В конце года каждый дилер представляет отчет торговому дому о том, какое количество товаров было продано, какие остатки и вообще какой спрос на продукцию компании «Зао». Дилер может работать так непосредственно с торговым домом, так он может работать и с компанией «Зао». И в данном случае действует определенная система скидок при выполнении дилерами условий. Также в конце года при выполнении плана дилерам предоставляется премия в виде скидки на будущую продукцию. Таким образом, дилер может манипулировать ценой из-за скидки на тендерах. Как я говорила, что сам «Зао» и торговый дом, они работают с конечными потребителями, а именно с сельхозорганизациями, которые покупают средства защиты растений для собственного потребления. по марта было установлено, что два раза в год торговый дом и «Зао» проводили совещание вместе с дилерами, где доводили план, сколько нужно продать и определенные условия, по которым дилеры должны были работать. В частности, это был принцип региональности, то есть участвовать в тендерах, где есть стратегические партнеры, то есть те лица с которыми… то есть это те лица, которые не просто покупают продукцию компании «Зао», но и также осуществляют технологическое сопровождение, консультирование и так далее. и порядок работы при появлении конкурентов на тендерах. Письменное соглашение никакое не фиксировалось в рамках данных устных соглашений, эта информация просто доводилась дилерам, они просто с ней ознакомливались. Важно отметить, что данная компания «Зао» уже была привлечена мартом в 2017 году за то, что они заключали такие письменные соглашения, после этого они стали заключать данные соглашения в устной форме. Одним из важных условий, которые оговаривались на устных встречах, было о том, что дилеры при работе на тендерах, они могут снижать цены до определенного минимума, который был оговорен в планах, которые доводили для каждого дела, то есть определенная стоп-цена. Также мартом, помимо о том, что они узнали про эти совещания, были обнаружены документы, условия сотрудничества 2020, с которыми этим документом ознакомливали нас в совещании. В нем указано было, что любое первое предложение на тендере – это исключительно рекомендованная цена на процедуру снижения действия до стоп-цены, и при нарушении работы происходит исключение препарата для поставки дилеров. Также мартом был обнаружен файл с нарушениями каждым дилерам, то есть было указано о том, какой дилер что нарушил, какие нормы, стоящие на соглашение. Таким образом, исходя из проанализированных марок документов, было установлено о том, что торговый дом и зал, так как они реализовывали продукцию самостоятельно, в том числе конечным потребителям, было установлено то, что они вместе с дилерами действуют на одном товарном рынке. Следовательно, был установлен факт наличия картелей, то есть в виде последствий это было установление поддержания повышения цен. В ходе расследования, так как данные материалы были получены мартом отчасти от департамента финансовых расследований, то проводился опрос должностных лиц. Использовались именно материалы разговора с данными лицами прослушивания звукозаписи телефонных переговоров, осмотр документов и электронная переписка. следующий вид соглашения, это вертикальное соглашение, это вертикальное соглашение, это соглашение между хозяйствующими субъектами, то есть любыми, один из которых приобретает товар, либо же намеревается его приобрести, а другой представляет товар или является его потенциальным продавцом. К вертикальным, как правило, помимо договоров поставки, относятся к договорам, помимо признать вертикальным соглашением, можно, например, дилерский договор, дилерский договор, если они будут удовлетворять определенные условия. Для вертикального соглашения необходимо наличие одного из двух условий. Первое либо такое соглашение приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением если продавец устанавливает максимальную цену, тогда это не будет нарушением, если же он устанавливает рекомендуемую цену, то в данном случае это будет являться нарушение. И второй пункт, если таким соглашением установлено обязательство потребителя не продавать товары конкуренту, этот запрет не будет работать, если дилер будет продавать товары под товарным знаком продавца, либо же изготовителя. Также стоит отметить, что вертикальные соглашения допускаются, если такие соглашения являются договорами комплексно-предпринимательской лицензии, комплексно-предпринимательской лицензии фрончайзинга, либо же доля хозяйствующего субъекта, являющегося участником вертикального соглашения на товарном рынке товара, являющегося предметом вертикального соглашения не превышая 20%. Данный пункт был введен в 2018 году, в предыдущей редакции он звучал как доля хозяйствующего субъекта на любом товарном рынке не превышая 15%. На это следует обратить внимание, потому что на данный пункт был сделан акцент марком при рассмотрении дела, которое мы предлагаем вашему вниманию. Это дело тоже 2021 года. Заявителем является компания «Рудбуд». Она занимается розничной и оптогой торговлей строительных материалов. заявление было подано в отношении компаний «Henkil Bau Technic». в отношении компании «Arte Keramica Bel» и в отношении компании «Мав». Компания «Henkil Bau Technic» занимается производством и оптовой торговли через дилеров. «Мав» занимается оптовой и розничной торговлей. «Арт Keramica» занимается оптовой торговлей и является официальным дистрибьютором иностранных производителей. Все споры заключалось в том, что компания Рудбуд, она имеет как стационарные объекты, стационарные магазины, так и интернет-магазины, и в 2017-2018 году она организовывала дни скидок на определенные товары. В конце 2017 года заявителю стали поступать заявления от компании, в отношении которых было подано заявление, о том, что необходимо соблюдать рекомендованные розничные актовые цены, расходные цены названных участников процесса по определенным категориям товаров. Однако заявитель посчитал, что если использовать рекомендованные цены, то конечная цена для потребителей увеличится на 15%, а это снизит потребительскую способность. Таким образом, они данные рекомендованные цены решили не соблюдать. Мартом было рассмотрено в отношении каждого субъекта. Первый субъект – это был Хенкель-Малу-техник. В данной компании было соглашение по рекомендованным ценам, это было приложением к генеральному договору поставки, и в нем были указаны рекомендованные розничные цены для дилеров. Заявитель их не соблюдал. Соглашение доводилось до сведения дилеров, как путем электронной почты, но данное соглашение никем не подписывалось. Ответственности за несоблюдение фактически не было, премии бонусы тоже не выплачивалось. После того, как заявителям стали предоставляться скидки, компания предложила внести изменения в договор, в котором указать на обязательность придерживающих цен, которые рекомендованы заводом-изготовителем. В качестве мер ответственности применять увеличение сроков поставки и снижение размера скидок. При работе с иными дилерами компании было выявлено о том, что они придерживались рекомендованных цен и учитывали рекомендованные цены, им приходила электронная рассылка сны. Следующая компания – это компания МАФ. Она работает с иностранными поставщиками по договорам поставки. В отношении заявителей они просили соблюдать минимальные розничные цены. Также они представляли, каким образом она должна была рассчитываться. Это была прескратная цена производителя плюс НДС, плюс 22% торговая надбавка. Они считали, что иным образом возникнет дисквизитация производителя. Пункты про рекомендованные цены они не включали в договоры со своими контрагентами. Не включали. Также мартом было проанализировано тот факт, что оптовая торговля составляет 64,2% от общего количества продаж. То есть оптовая – это большинство точек занимается настоящая компания. Мартом был обнаружен один договор, в который данная компания включила пункт о том, что необходимо придерживаться минимальных розничных цен. Но данный пункт действовал всего лишь год и потом был исключен по соглашению между сторонами. Было проанализировано, что покупатели вроде как тренировали цены самостоятельно, но при этом такая рассылка тоже была. Следующая компания – это компания Art Keramica Bell. Это иностранные поставщики не устанавливали запретов по ценам, однако данная компания работала с компаниями «Весна-Сиэл» и компания «Оновация». В разделе договора был указан пункт, что покупатели обязуются придерживаться минимальных рекомендуемых розничных цен поставщика. Данный пункт был нетиповой, он включался только в определенные договоры с поставщиками, которые были заключены до 2017 года. В данном случае Март сравнил количество позиций, то есть он опросил тот, с кем работали Art Keramica, и узнал, что, исходя из опроса, 7 из 14 дилеров придерживаются минимальных рекомендованных розничных цен поставщика при формировании собственных цен. Март уточнил порядок рассылки, каким образом вообще доводятся эти цены, на что субъект сказал, что определенных лица ответственных за это нет, цена формируется в определенной мере каждому из отделов, и в итоге рассылается контрагентам. Также данные цены рассылаются и потенциальным контрагентам вместе с перечным продукцией и ориентировочной ценой. Таким образом, Март пришел к выводу о том, что следует признать наличие нарушения только в отношении Art Keramica Bel по пункту 2.1 статьи 20 закона. Товарным рынком был признан товарный рынок Беларуси. Все проанализированные договоры всех трех компаний являются вертикальными соглашениями, так как обеспечивают поставку от производителя к конечному потребителю. Это обеспечивается путем электронной рассылки либо запрещено включение пункта в договор. Такие договоры заключались с 2017 года, и так как у нас меняло законодательство, то Март в 2021 году рассматривал по новому законодательству. Если мы обратимся к предыдущей статье, то мы сможем увидеть, что в настоящее время этот товарный рынок и товара, являющийся предметом вертикального соглашения, не превышает 20% на товарном рынке товара. В предыдущей редакции это было на соглашении на товарном рынке не превышает 15%. То есть в настоящее время компания арт-керамика, она занимает более 20% на товарном рынке именно керамической плитки, то, чем они занимаются. А остальные же компании, если бы было по старому законодательству, то есть на товарном рынке 15% только тогда, и иные компании были бы привлечены к коммунистативной ответственности. Последний вид соглашения – это иные соглашения между хозяйствующими субъектами. Обязательным условием является установление возможности приведения к недопущению, ограничению, либо же устранению конкуренции. Исходя из определения, можно сделать то, что субъектами могут являться любые лица. Это не обязательно должны быть конкуренты. Внимательной констатации данных соглашений отнестись и при заключении так называемых конгломератных соглашений, например, это договоры совместной деятельности, в частности банков и страховых организаций. Примерами таких соглашений может быть навязанный продавцу или потребителю условия договора, которые невыгодны для них или не относятся к предмету договора. Экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен тарифов на один и тот же товар, либо же ограничение доступа на товарный рынок, уход с товарного рынка или устранение с него хозяйствующего субъекта. То есть необходимо, также в данном случае необходимо руководствоваться признаками, которые свидетельствуют по недопущению, ограничению, либо устранению конкуренции. Это, например, сокращение числа хозяйствующих субъектов, находящих в одну группу на товарном рынке. Это отказ хозяйствующего субъекта от самостоятельных действий на товарном рынке и так далее. Примером является дело 2020 года. Заявление было подано компанию ЗАО Новотех системы безопасности в отношении трех компаний. Аларм, Раваленд системы безопасности и Раваленд инвест групп. Основными направлениями деятельности данных четырех компаний являются основными компаниями на рынке производства, разработки, реализации технических средств и программного обеспечения систем пожароохранной безопасности. То есть это определенные приборы, устройства трансляции, обработки информации. То есть это те приборы, которые в основном покупаются в Беларуси департаментом охраны. Географические границы деятельности являются Республика Беларусь. Как я сказала, что основным покупателем для этого департамента охраны Министерства внутренних дел и приобретение данных товаров осуществляется только в процессе процедуры закупок. Процедура закупок регулируется актом Министерства внутренних дел, где точно расписан порядок, каким образом это должно осуществляться. В положении закреплен порядок действий при проведении процедуры переговоров по снижению стоимости конкурсных предложений. То есть должно быть минимум два участника, каждому очень приятное предложение, они соглашаются, представляют свою определенную цену, далее получают приглашение на участие, и, соответственно, на участие собирается конкурсная комиссия, они представляют, и каждый предлагает свою цену путем ее уменьшения. Проводится, обязательно составляется протокол, пишется время и начало завершения работы конкурсной комиссии, и, соответственно, каждый шаг каждого из участников. Департамент ежегодно формирует перечень технических средств, которые им необходимы, и, соответственно, компания, с которыми они работают. И все три, все четыре участника являются, в том числе заявитель, и в отношении кого подано заявлению, являются, входят в данный перечень. Данные компании, они реализуют два вида продуктов. Первый, можно сказать, что это коротко, это продукты СПИ, новотех, РДО, и второй – это Олеся. То есть получается, что компания заявителя, она осуществляет свое уникальное оборудование, и три компания, в отношении которых оно как бы взаимозаменяемо, оно называется одним названием Олеся. Таким образом, формируется два лота. Первый лот – это где представлены все четыре компании, могут участвовать. Во втором лоте могут участвовать только три компании, потому что там закупается только оборудование по названию Олеся. И, по мнению заявителя, торги по второму лоту проходят в условиях отсутствия жесткой конкуренции. В ряде случаев отдельные субъекты вообще отказываются конкурировать, оставляя лот для выигрыша иному хозяйствующему субъекту. Цены по второму лоту формируются непонятным образом, что позволяет победителю получать значительную прибыль от продажи товаров. И каждый участник торгов по второму лоту становится победителем и, соответственно, получает прибыль. По первому же лоту, где участником являются все четыре компании, происходит ситуация, при которой они очень сильно конкурируют друг с другом, и поэтому происходит как бы вытеснение компаний-заявителя с данного рынка. Однако в рамках расследования было установлено о том, что нарушение не выявлено, в частности о том, что заранее цену знать было нельзя, потому что все это фиксируется в фотофоле, каким образом поступит каждая из компаний, какой шаг предложен, установить достаточно сложно. Также в каждом, во втором лоте, во всех проверенных торгах было минимум три шага. Также в марте было установлено, что в 2018 году заявитель выбил 92% торгов, то есть учитывая тот факт, что их было четыре компании, он выдал 92%, а в 2019 году он выдал 76,2% по продаже оборудования, которое работает на его системе. Также следует помнить, что за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 13.32 ФУАП для юридических лиц, она предусмотрена в размере до 10% суммы выручки от реализации товаров, работу в слухнотоварном рынке, которого совершено правонарушение за календарный год, предшествующий год, в котором было обнаружено административное правонарушение, либо же за предшествующую дню обнаружения административного правонарушения часть календарного года, в котором было обнаружено административное правонарушение, если правонарушитель осуществлял действие реализации данного товара в предшествующем календарном году. Но минимальная сумма штрафа – это минимум 400 базовых величин, то есть это ориентировочно 800 евро. Таким образом, с каждым годом практика мат становится более обширной, затративаются более сложные дела. Например, картели – это достаточно новая практика для белорусского марта, по крайней мере, из того, что он публикуется в открытом доступе. Следует помнить, что соглашения могут заключаться в любой форме, то есть устно-письменное, либо же электронное. Мартом активно анализируется переписка. Если же соглашение будет установлено, что соглашение заключено в устной форме, будет анализироваться большее количество космических доказательств. То есть все-таки мартом активно опрашиваются дилеры, с кем работали, составляет сравнительная таблица, статистика, какой процент все-таки придерживается рекомендованных, минимальных рекомендованных НК, а те же все-таки нет. Март активно общается с иными лицами, помимо заявителя, покупателями, контрагентами, анализирует переписку, статистическую информацию, ну и активно работает, соответственно, с иными органами, например, как в первом деле материалы дела были переданы декоративно-финансовых расследований. И результат разрешения спора напрямую зависит от количества и качества предсказанной информации, необходимой для доказывания своей позиции. Если анализируемый мартом субъект докажет свою невиновность и представит нужное количество доказательств, то нарушение не будет установлено. У меня все, благодарю всех за внимание. Алина, спасибо за интересное выступление. Докладом по Казахстану выступлю я. Для тех наших слушателей, которые присоединились позднее, представлюсь. Меня зовут Игорь Лукин, я являюсь партнером казахстанского офиса юридической фирмы Грата. Из-за технических неполадок я, к сожалению, не могу подключить видео, поэтому будет только аудио. Напоминаю. Секунду. Сегодня я хотел бы рассказать об одном очень важном и актуальном аспекте регулирования вертикальных соглашений в Республике Казахстан. Как уже отметила Полина, вертикальные соглашения – это соглашения между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых продает товар, а второй является покупателем данного товара. При этом приобретение товара, как правило, осуществляется для его дальнейшей перепродажи. И одни из распространенных примеров вертикальных соглашений – это дистрибьюторское соглашение и дилерское соглашение. Как известно, пункт 2 ст. 169 предпринимательского кодекса Казахстана прямо запрещает вертикальные соглашения между субъектами рынка, если соглашением предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар субъектам рынка, которые являются конкурентами продавца. То есть продавец по вертикальному соглашению не может сказать покупателю, что если ты будешь покупать у меня товар для перепродажи, то тебе нельзя будет покупать и перепродавать товар моего конкурента. Однако, как мы видим, пункт 2 ст. 169 предпринимательского кодекса устанавливает исключение, в соответствии с которым данный запрет не распространяется на соглашение об организации покупателям продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавцали и производителя. Также, как нам рассказала Полина, точно такой же запрет существует в законодательстве Беларуси. Как раз об этом исключении мы сегодня поговорим. Не секрет, что практически любой крупный производитель, имеющий дистрибьюторскую сеть, желает, чтобы его дистрибьюторы работали исключительно с ним. Во-первых, в таком случае все ресурсы и мощности дистрибьютора будут направлены на продвижение товара именно этого производителя. Во-вторых, что возможно является еще более важным фактором, будет отсутствовать конфликт интересов, который возникает в ситуации, когда один дистрибьютор работает с несколькими производителями-конкурентами. Это связано с тем, что любая дистрибьюторская сеть предполагает достаточно интенсивное взаимодействие участников сети и обмен коммерческой ценной информацией. И одно из главных опасений производителя связано с тем, что дистрибьютор, работающий с несколькими производителями, умышленно либо случайно по неосторожности раскроет конкурентам какую-то коммерческую ценную информацию, полученную для целей функционирования дилерской сети. Grata International обслуживает многие крупные дистрибьюторские и дилерские сети. И мы не понаслышке знаем, насколько данная проблема является актуальной и животрепещущей. И главный вопрос, который часто возникает у наших клиентов, звучит следующим образом. Можем ли мы наш дистрибьюторский договор рассматривать как соглашение об организации покупателям продаж под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца ли производителя? И, следовательно, может ли к нашим отношениям с нашими дилерами или дистрибьюторами применяться обсуждаемое исключение? К сожалению, ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Во-первых, ни предпринимательский кодекс, ни другие нормативные правовые акты не объясняют, что следует понимать от организации покупателям продажи товаров под товарным знаком продавца. И очевидно, что данная формулировка является несколько неопределенной и размытой, что приводит к возникновению возможностей различных толкований, которые при этом могут быть противоположны друг другу. И, во-вторых, по данному вопросу в Казахстане нет абсолютно никакой судебной практики. Среди казахстанских юристов, специализирующихся на вопросах антимонопольного регулирования, принято считать, что, скорее всего, с точки зрения антимонопольного органа и суда, обсуждаемое исключение будет применяться только в том случае, если продавец передал покупателю права на товарный знак или иное средство индивидуализации на основании лицензионного договора. И якобы только именно в этом случае будет считаться, что продавец осуществляет организацию продаж под товарным знаком покупателя. На мой взгляд, данное мнение связано, скорее, с ожиданием от антимонопольного органа и суда консервативного и репрессивного подхода, поскольку сама формулировка «организация продаж под товарным знаком» ничего не говорит о передаче прав на товарный знак по лицензионному договору. Данный вопрос нас некоторое время назад заинтересовал, и мы направили официальный запрос в антимонопольный орган с просьбой разъяснить, какие соглашения все-таки можно стать с соглашениями об организации продаж под товарным знаком продавца для цели применения обсуждаемого исключения. К сожалению, как это часто бывает, ответ антимонопольного органа на 99% состоял из ссылок на применимые положения законодательства и рекомендацию данные положения соблюдать. Однако, помимо цитат, в ответе антимонопольного органа содержалось следующее достаточно интересное положение. Итак, антимонопольный орган ответил, что организация покупателям такой продажи, то есть продажи товаров под товарным знаком продавца, может быть осуществлена в частности на основании лицензионного договора, заключенного с продавцом правообладателем товарного знака. И в данной формулировке наибольший интерес представляет оговорка в частности, потому что антимонопольный орган как будто допускает иной способ организации покупателям продажи под товарным знаком продавца без передачи исключительных прав на товарный знак по лицензионному договору. Данное положение сразу показалось мне знакомым. И действительно, практически идентичное положение содержится в разъяснении номер два Президиума Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 17 февраля 2016 года. Итак, я привожу положение, которое содержалось в разъяснении ФАС РФ. Как вы видите, положение практически идентичное и сравнивать его с ответом антимонопольного органа Казахстана. Поскольку ответ ФАС был опубликован на несколько лет ранее того, как мы получили ответ антимонопольного органа, мы предположили, что антимонопольный орган в подготовке ответа на наш вопрос руководствовался как раз мнением Федеральной антимонопольной службы РФ. Если это действительно так, то в таком подходе казахстанского антимонопольного органа мы находим очередное подтверждение того, что наш антимонопольный орган нередко ориентируется на ФАС. После того, как данная параллель была проведена, мы решили разобраться, как данный вопрос регулируется в Российской Федерации. Законодательство РФ, как и законодательство РК, не объясняет, что такое организация продажи под товарным знаком продавца. Однако в Российской Федерации есть правоприменительная практика по данному вопросу, пусть и небольшая. Извиняюсь, что я пропустил. В соответствии с федеральным законом о защите конкуренции, мы видим, что регулирование данного вопроса является идентичным казахстанскому законодательству. То есть мы видим тот же самый орден, что данный запрет не распространяется на соглашение об организации покупателям продажи товаров под товарным знаком, либо иным средствам индивидуализации продавца или производителя. То есть законодательные нормы, они идентичны с казахстанскому законодательству и законодательству РФ. Итак, возвращаясь к нашему кейсу. В 2012 году комиссия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации рассмотрела дело против ООО «Спецтехника» группа «ГАЗ». Я буду называть эту компанию ООО «Спецтехника» далее. ООО «Спецтехника» являлась крупным производителем автогрейдеров. И также помимо ООО «Спецтехника» данный из был подан более 20 его дилеров, через которые «Спецтехника» реализовывала свои автогрейдеры на территории всей Российской Федерации. В соответствии с дилерскими договорами, которые были заключены между ООО «Спецтехника» и ее дилерами, дилерам было запрещено реализовывать продукцию конкурентов ООО «Спецтехника». Если такой запрет нарушался, то ООО «Спецтехника» могло в одностороннем порядке расторгнуть дилерский договор или же уменьшить дилерскую скидку. ФАС квалифицировал данные положения дилерских договоров как запрещенные вертикальные соглашения, которые предусматривают обязательства покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. ООО «Спецтехника» во время рассмотрения дела заявило ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что дилеры продавали продукцию под товарным знаком ООО «Спецтехника», по мнению ООО «Спецтехники». Исследовательные дилерские договоры являются соглашениями об организации продажи товаров под товарным знаком ООО «Спецтехника» и попадают под исключением из запрета. ООО «Спецтехника» в частности приводило следующие аргументы. В первую очередь наименование дилерских центров и любые рекламные материалы включали в себя фирменное наименование ООО «Спецтехника», а также элементы корпоративной идентификации ООО «Спецтехника». Однако ФАС посчитала данные выводы несостоятельными и их адаптайство отклонило. В итоге ответчикам пришлось удалить соответствующее положение из своих дилерских договоров и запрет на продажу. коллеги, добрый день. Меня зовут Николай Алексюк, Украина. Пока у Игоря проблемы технического характера с интернетом, я с вашего позволения начну презентацию, которая касается актуальных проблем антимонопольного регулирования Украины. Подключу соответствующую презентацию. Итак, как видите вы, тематика достаточно общего характера, поскольку временем мы ограничены. По каждому из институтов антимонопольного права пройдемся коротко. Это будут концентрации, согласованные действия, злоупотребление монопольным положением и недобросовестная конкуренция. Начнем с концентрации. Самое основное, что является концентрацией в львиной доле случаев, это достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов в субъекте хозяйствования. Также это может быть приобретение активов, аренда активов, создание назначения или избрание на должность. Ну, последние все случаи, наверное, занимают процентов 25 случаев концентрации, а основное это приобретение достижения или превышения 25-50 процентов. Здесь также важно помнить об пороговых показателях. Для получения разрешения на концентрацию по состоянию на сегодняшний день есть две группы пороговых показателей. Первая группа показателей применяется для концентрации, которые происходят внутри украинского рынка и подразумевают наличие двух субъектов хозяйствования, у которых реализация товаров или объема активов превышает 4 миллиона евро, при условии, что у всех участников концентрации совокупные показатели превышают 30 миллионов евро. И вторая группа пороговых показателей касаются внешних концентраций. В таком случае у покупателя активы или реализация товаров за последний год должны превышать 150 миллионов евро. Не обязательно в Украине, а у объекта приобретения стоимостные показатели должны превышать 4 миллиона евро. Коротко о порядке рассмотрения заявления. Предусмотрена так называемая упрощенная процедура и общая процедура рассмотрения заявлений. По упрощенной процедуре срок рассмотрения 25 дней. Упрощенная применяется в случае, если доля на рынке участников концентрации не превышает 15%. Но практически всегда антимонопольный комитет по своему усмотрению практически все концентрации пускает по общей процедуре, особенно сейчас, когда пандемия, все работают удаленно, кадров мало и по упрощенке практически не рассматриваются дела. О чем важно отметить при подготовке заявлений на концентрацию, чего в принципе нет и в законе, и в положении концентрации, это то, что сегодня антимонопольный комитет практически всегда запрашивает информацию об истории формирования групп участников концентрации. Мы всем нашим клиентам советуем проверять историю создания своей группы, проверять, не было ли нарушений каких-либо исторических, потому что антимонопольный комитет всегда эту информацию запрашивает. И в данном контексте, наверное, стоит еще сказать, что субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности, освобождаются от штрафных санкций в случае, если нарушения превышают пятилетний срок. Кроме того, антимонопольный комитет обращает внимание на экономическое обоснование концентрации и на финансирование концентрации. Является ли финансирование заемным, возникают ли отношения контроля при заемном финансировании. И сегодня, опять-таки, учитывая, что штат достаточно сужен в антимонопольном комитете. Много заявлений, по многим заявлениям отказы по формальным требованиям к оформлению документов, доверенности и оформлению заявлений в электронной форме и так далее. Поэтому необходимо следить к требованиям сегодня, сейчас, во время пандемии. И в Фейсбуке антимонопольный комитет обновляет какие-то свои технические требования. И потому тут нужно держать руку на пульсе. Следующее – это антиконкурентные согласованные действия, о которых много было сказано предыдущими спикерами. Я коротко остановлюсь, указав на то, что согласованные действия бывают вертикальные, либо горизонтальные. Вертикальные в случае, если субъекты хозяйствования не конкурируют между собой, горизонтальные в случае, если конкурируют. Что касается горизонтальных согласованных действий, чаще всего, больше всего кейсов в Украине – это по публичным торгам. Имеется в виду параллельное согласованное действие во время публичных торгов. В данном контексте также следует сказать, что есть не единообразная практика Верховного суда касательно участия в публичных торгах разных юридических лиц, которые фактически посредством отношений контроля являются одним субъектом хозяйствования. Является ли согласованное действие таких юридических лиц нарушением конкурентного законодательства. В некоторых случаях Верховный суд приходит к выводу о том, что поскольку юридические лица связаны отношением контроля и таким образом являются одним субъектом хозяйствования, и потому они не могут нарушать антиконкурентное законодательство, участвуя в определенной своей стратегии в торгах. В иных решениях Верховный суд принял решения, в которых указал то, что публичные торги являются особым специальным институтом, и такие особенности обуславливают, что даже в случае, если субъекты хозяйствования, юридические лица связаны отношениями контроля и являются единым субъектом хозяйствования для целей антимонопольного права, но для целей участия в публичных торгах они являются разными участниками, и их антиконкурентное поведение может повлечь наложение штрафов. Пример штрафа по антиконкурентным согласованным действиям. Недавний пример, когда автозаправочные станции, действующие под одним, наоборот, под разными брендами, устанавливали одномоментно одинаковые цены. Антимонопольный комитет установил, что кроме одинаковых цен у сети автозаправочных станций существовал неформальный центр, в котором осуществлялось планирование и координация действий, и было установлено, что некоторые физлица, занимающие управляющие должности в одних юрлицах, занимали управляющие должности также и в других. И на основании такого комплекса доказательств было установлено наличие антиконкурентных согласованных действий. По вертикальным согласованным действиям теорию всю, в принципе, рассказали уже коллеги из Казахстана и Беларуси, не буду останавливаться. Пример штрафа по вертикальным согласованным действиям. В презентации проведен пример фармкомпаний и дистрибьюторов. Антимонопольный комитет установил, что были предусмотрены в договорах непрозрачные механизмы предоставления послепродажных скидок. Кроме того, есть достаточно известный, наверное, один из самых известных в Украине кейсов. Это кейс о штрафе дистрибьюторов табачной продукции. В 2019 году антимонопольный комитет наложил огромный штраф, который превышал 100 миллионов евро на дистрибьютора и производителей табачной продукции, также за антиконкурентные согласованные действия, вертикальные, ограничивающие свободное развитие указанного рынка. Но, несмотря на то, что штраф был рекордным, в 2021 году Верховный суд отменил это решение. И сейчас антимонопольный комитет разбирается со своим бюджетированием и думает, каким образом вернуть 100 миллионов евро из госбюджета частным компаниям. Дальше коротенький штраф примера за картельный сговор. Это достаточно давний и показательный кейс. Показательный он, с одной стороны, тем, что безоговорочно, казалось бы, был доказан картельный сговор, поскольку деревообрабатывающие предприятия мало того, что согласовали свои действия на торгах, так еще и ввели аудиозапись и протокол встречи о таком согласовании. И данные документы были в распоряжении антимонопольного комитета. С другой стороны, показательность этого примера в том, что большинство компаний отбились в дальнейшем в судах от таких штрафов по тем или иным аргументам, но удалось отбиться, казалось бы, от стопроцентных аргументов антимонопольного комитета. Есть процедура освобождения от ответственности, так называемая линенси, но, к сожалению, очень мало применима в Украине. Скорее всего, неприменимость ее связана с тем, что мало кто хочет по тем или иным основаниям так называемым стукачеством заниматься в антимонопольный комитет. Хотя в западных странах процедура достаточно развита. Следующий момент – это институт. Это институт злоупотребления монопольным положением. Главное, общее правило, скажем так, что монополистом считается компания, которая занимает 35% доли рынка, либо если 3 компании занимают 50%, либо 5 компаний занимают 70%. Это основные трэш-холды для определения монопольного положения. Соответственно, злоупотреблением монопольного положения является действием, которое ущемляет интересы иных субъектов хозяйствования. Тут опять-таки в процессе коммуникации с антимонопольным органом важно или полезно бывает в некоторых случаях доказать, что тот или иной субъект хозяйствования не является монополистом на рынке. Чтобы это доказать, мы часто прибегаем к аргументации расширения границ рынка, либо товарного рынка, либо географических границ товарного рынка с тем, чтобы не попасть под 35%, 50% или 70% и не считаться монополистом на определенном рынке. Вопрос монопольного положения важен также и в контексте концентрации, о которых мы говорили ранее, поскольку гораздо более скрупулезно антимонопольный комитет изучает случаи, если в результате концентрации рынок монополизируется. И тут опять-таки мы начинаем доказывать расширение границ рынка для того, чтобы не подпадать под указанные показатели. Видами злоупотребления монопольным положением является установление монопольно-низких или монопольно-высоких цен, существенное ограничение конкурентоспособности, включение в договоры ненужных для потребителя пунктов. Собственно, об этом также говорилось ранее. Как в качестве примера достаточно свежего злоупотребления монопольным положением, можем привести кейс по Укрзалезнице, которое собственным же решением... Ну, Укрзалезница – это как, скажем так, РЖД-аналк. Собственным же решением приняло, определило перечень железнодорожных станций, являющихся малодеятельными, и взымало с субъектов хозяйствования дополнительную плату за эксплуатацию таких железнодорожных станций. Комитет установил, что в случае наличия конкуренции на рынке ЖД-перевозов, такие условия были бы невозможными. Также в нашей практике были достаточно такие интересные кейсы с той же Укрзалезницей по взыманию платы за развод мостов при прохождении кораблей, так как Укрзалезница, и за малоплату за прохождение каждого судна, вне зависимости от количества поднятия моста, клиенту удалось доказать, что сам факт платы за поднятие моста является злоупотреблением монопольным положением Укрзалезницы. Последний институт – это недобросовестная конкуренция. Он находится на пересечении антимонопольного права и правоинтеллектуальной собственности. Так, недобросовестной конкуренцией признается распространение неправдивых или неполных сведений, копирование товара, сравнительная реклама, распространение информации, вводящей в заблуждение и иные подобные действия. Интересным и малоприменимым механизмом тут являются обеспечительные меры, которые может применить антимонопольный комитет. Они являются своеобразным аналогом обеспечительных мер, которые применяет суд при рассмотрении дела. Так, например, если при возбуждении дела о недобросовестной конкуренции антимонопольный комитет может запретить реализацию того или иного товара по всей торговой сети и вообще может обязать торговые сети убрать определенный товар с прилавков. К сожалению, достаточно редко применяются такие меры, но инструмент такой есть. В качестве примера недобросовестной конкуренции я привел нарушения, которые сегодня связаны с COVID-19. Достаточно много решений принимается, когда рекламируется лекарство для профилактики коронавируса, уничтожение 99% бактерий, распространение неполных сведений об эффективности действия лекарства и так далее. Кроме того, есть достаточно много кейсов об копировании алкогольных напитков, косметических, парфюмерных напитков, средств. Потому достаточно эффективным является защита интересов путем возбуждения дел о недобросовестной конкуренции. На этом короткий обзор я свой закончу. В случае, если будут у вас дополнительные какие-то вопросы, связанные с применением антимонопольного законодательства в Украине, обязательно обращайтесь либо здесь в чате, либо по электронной почте. Спасибо всем. Желаю хорошего продолжения конференции. Спасибо, Николай. Коллеги, я продолжу нашу конференцию, выявленную техническую программу. И я сейчас хотела бы, я хочу поблагодарить всех участников. Очень интересно у нас подобраны эти перетикты. И очень важно понимать такое понимание, что очень близкие понятия и регуляторные требования установлены. И мне кажется, что мы можем действительно, и мы это делаем для цели наших клиентов, объединять усилия, чтобы оказывать, то есть применять нормы по аналогии, и где-то принимать, применять те или иные более перспективные направления для целей компенсирования других юридистов. То есть у нас очень близкое правоприменение, близкие нормы. Поэтому благодарю всех. И я хотела бы открыть сессию вопросов-ответов. Вот мы видим в чате, что вопросов пока нет. Вот если они будут, давайте я дам какое-то время. Прошу сообщить. Если вопросов не поступит, то тогда мы продолжим нашу сессию. Я передам слово другому модератору. Коллеги, вопросов мы не видим. В любом случае, все наши спитеры в свободном доступе, и мы будем рады после конференции поделиться нашими материалами и, соответственно, ответить на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова